МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Алексей Микотин. Смотрите сегодня в программе. Правительство готовит бюджет на будущее. Основная доходная часть бюджета у нас формирует три налоговых источника. Это акцизы, это налог на прибыль и налог на доходы физических линзов. Куда пойдут большие деньги? Ульяновский учитель получил звание заслуженный. Я не воспринимаю это как свою заслугу и так далее. Я больше это воспринимаю как заслуга всего нашего коллектива. Потому что невозможно подготовить ребенка по физике, если у него нет базы по всему остальному. Секреты мастерства и приемы наставничества. Под Ульяновском собрались звездные команды со всей России и ближнего зарубежья. В 12-м году я здесь был первый раз. На самом деле с этой гонки у меня началась моя карьера в масс-спортах. Именно в Ульяновске в 12-м году я первый раз в жизни стартовал за рулем грузовика. И вот спустя 10,5 лет вот мы здесь. Серьезные гонки начнутся в эту пятницу. В областной казне подсчитали дополнительные поступления. Незапланированные доходы больше миллиарда рублей. Направят на здравоохранение, ЖКХ, а также на ремонт дорог и выплаты льгодным категориям граждан. Кто еще получит долгожданное финансирование, расскажет Вячеслав Новожилов. Министерство финансов внесло позитив в региональную повестку. Областной бюджет этого года увеличивается на 1,2 млрд рублей. На заседании в правительстве уже подсчитали, на что направить немалые средства. Основная доходная часть бюджета у нас формирует три налоговых источника. Это акцизы, это налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. Почти 420 миллионов рублей будет направлено на поддержание ситуации на рынке труда, связанной с занятостью. Где-то около 65 миллионов будет направлено на развитие сельских территорий. 128 миллионов пойдут на развитие ЖКХ. 40 из них предварительно заложили на модернизацию системы водоснабжения. Еще 10 направят на жилье для детей-сирот. Свои 125 получит и Министерство спорта. 107 отдадут на развитие транспортной системы. И свыше 60 закатают в асфальт. Дорогу Новоселки-Ковыльной в Меликевском районе ждет обновление. Не останется без внимания и системы здравоохранения. В основном это обеспечение решений судов по лекарственному обеспечению и закрытие дефицита терапрограммы в рамках обеспечения региональных годных категорий граждан. 30 и 20 миллионов рублей соответственно. Строящийся детский сад на Отрадной получит еще 64 миллиона. Примерно на ту же сумму поддержит и возведение нового здания театра юного зрителя. Вячеслав Новожилов, Юрий Давыдов, репортер 73. Дорремстрой готовится к снегопадам. Голова города Дмитрий Вавилин отметил, имеющейся сейчас техники не хватает. Принято решение закупить дополнительные машины. По итогу увеличив автопарк вдвое. Прибывать в город техника будет постепенно, начиная с 30 сентября. Но к 1 декабря вся уже выйдет на улицы Ульяновска. Дорожные службы Ульяновска подготавливаются к зиме. Для борьбы с гололедом заготовлены необходимые реагенты. Определены 4 площадки для сбора снега. Сейчас к их обслуживанию уличной дорожной сети подготовлено 184 единицы техники. По подсчетам администрации Ульяновска для своевременной уборки всех улиц, а это 10 тысяч 60 километров дорог и 301 километр тротуаров, потребуется 380 спецмашин. От бобкетов до снегопогрузчиков, которых сами служащие дорожной службы ласково называют «золотые ручки». Помимо этого... Было принято решение главой города о том, чтобы мы ушли от обработки поверхности дорог песко-соляной смесью. Значит, каждый год приобретаем мы около 1000 реагента тонн для того, чтобы содержать центр города. Значит, в этом году планируется приобрести около 3000 тонн для того, чтобы расширить границы содержания. Реагент «Экосол» позволит эффективно бороться со снегом и льдом. Основные преимущества его можно наносить до выпадения снега, который расплавится при соприкосновении с обработанной поверхностью. Кроме того, реагент не оставляет после себя грязь, как песок, и не портит обувь. Снижать же количество заготавливаемого ПСС никто не планирует. Мы планируем закупить вместо 30 тысяч тонн 35 тысяч. Это в связи со вторым съездом на Новом мосту, на Президентском. На сегодняшний день закуплено 15 тысяч тонн ПСС, песко-соляной смеси. И планируем до середины октября закупить весь объем. Заготовка происходит по стандартному принципу. В гору песка, что сложно на базе хранения, высыпается камаз с соли. Затем, используя карьерный погрузчик как ложку, происходит перемешивание. С появлением новой техники дом-рестрою потребуются и новые рабочие. Производим набор водителей и трактористов. Что касается заработной платы. На сегодняшний день предприятие оплачивает 35 тысяч рублей. Это водитель автомобилей и 40 тысяч рублей это трактористы. Эта сумма уже с учетом вычета налогов. При этом, если сотрудник выходит сверхурочно, начисляется дополнительная оплата. Для тех же, кто приезжает работать из других регионов или из сельских районов, предоставляется комната в общежитии на первое время. Работал на КДМ, на КАМАЗ, 16-го года. Вот сейчас пришел новый КАМАЗ. За хорошую работу дали новый. Хорошая техника, работает хорошо, безотказно, не ломается. То есть больше работы выполняет. В этом году, руководствуясь запросами и жалобами, жителей планируется проработать все районы города, включая частный сектор. Также планируется работать в тандеме с управляющими компаниями домов, чтобы они не вывозили снег на дороге, и с сотрудниками ГИБДД, чтобы своевременно убирать припаркованные авто, мешающие снегоуборочной технике. Александр Злобин, Бахтиар Салтанов, репортер 73. С 23 по 27 сентября на освобожденных территориях Донецких республик, а также в Херсонской и Запорожской областях, состоится референдум, на котором местные жители выберут свое будущее. Голосовать смогут все, включая людей, временно находящихся на территории России. Предварительные опросы показывают серьезность настроений дончан. Подавляющее большинство респондентов высказалось за объединение с Российской Федерацией. Почему это важно для России? Своим пониманием ситуации делятся лидеры общественного мнения. Мы поддерживаем наших братьев. Да, мы поддерживаем целиком и полностью, потому что, как видно, уже история имеет свойство повторяться. И перед Великой Отечественной войной, когда Советский Союз пытался помочь законному правительству Испании в борьбе с фашизмом, когда многие западные страны напрямую воевали также с нами. В 2014 году, когда Майдан захватили и тем самым восстали против народа Донбасса, жители Донбасса приняли свое решение. Я считаю это правильным, поддержать референдум и считаю правильным встать на сторону братского народа Донбасса, потому что победа будет в любом случае за нами. И считаю референдум поддержать. Люди относятся положительно к этому проведению референдума. Это тем самым люди излюбляют желание той стороны войти в состав. Ведь тяжело жить рядом с друзьями, но не быть друзьями на расстоянии. Такого не получается по психологии. И люди создали референдум, чтобы войти в состав Российской Федерации, чтобы мы были бы одно целое. Мы долго шли к этому пути, долго. Мучительные годы были. Но это состоит с 23 по 27-го. Подпишутся референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Это будет дорогого стоить. В законодательном собрании Ульяновской области прошло 61-е заседание, где обсудили новшества сразу в трех региональных законах. Изменения коснулись сферы налогообложения и налоговых вычетов, а также инвестиционные деятельности. Обсудили местные депутаты и обращение Путина в минувшую среду. Обо всем по порядку в следующем материале. Россия поддержит своих братьев на Донбассе. Это первое. Второе. Он объявил частичную мобилизацию. И третье. Он попросил, чтобы его поддержало население Российской Федерации. Я думаю, от имени всех депутатов я выражу общее мнение, что мы тоже окажем поддержку решений президента. Заседание ЗСО в этот раз началось с обсуждения выступления Путина. Единогласно каждый присутствующий поддержал решения главы государства. Изменения коснулись всю страну. Новшества случились и в законопроектах Ульяновской области. Одно из них – об инвестиционном налоговом вычете. Льготы полагаются для операторов связи, которые обязуются инвестировать и устанавливать новые вышки сотовой связи на территории Ульяновской области. Размер ставки составит 5%, что, по мнению экспертов, выгодно для организаций. Еще одно изменение в законе о налоге на имущество. От его платы освобождаются объекты, входящие в состав сетей газораспределения. По налогу на имущество – это газпроумына, введение новых газораспределений сетей и тех сетей, которые они выкупают у региона в 2022 году. Незначительные изменения коснулись и закона о развитии инвестиционной деятельности. В России в регионе продлили срок завершения реализации особо значимых проектов до 2025 года. Ранее дедлайн стоял до 2023 года. Такое решение выступает как инструмент привлечения инвесторов на ближайшую перспективу. Интеллект для инновации и новое правовое для интеллекта. В Ульяновской области активно развивается предпринимательский сектор. От этого количества заявок на регистрацию бренда товарный знак стремительно растет. Бизнесмены создают свой уникальный продукт. Не хочется, чтобы плодами кропотливого труда воспользовался кто-то другой или тем более присвоил изобретение себе. Юридический аспект сложный. Для несведущих разобраться в тонкостях юридических конструкций задача часто непосильная. В Ульяновской области ситуацию намерены изменить. Малый и средний бизнес должны уметь грамотно использовать механизмы регистрации интеллектуальной собственности. И его научат это делать. Регион он как живое существо, как человек. Сам по себе развиваться не будет. Без труда, ответственных и волевых решений застопорится на месте. Как и у людей потенциал кроется в интеллекте. Причем в самом обширном его понимании. Ульяновская область среди условной интеллектуальной олимпиады областей, по мнению Роспатента, чуть ли не гений регионов. Мы в топ-5 по России и первые в Поволжье. Критерии оценок – коэффициент изобретательской активности. У региона огромный потенциал. Именно это и зафиксировали цифры нашего индекса. Уверен, что в заданном режиме 2022 года тот темп, который взят, он позволит закончить регион с профицитом даже и по количеству заявок на изобретения, и по количеству заявок на товарные знаки. В целом предпринимательский сектор по своим уникальным изобретениям развивается стремительно. Лидирует по заявкам на регистрацию патентов в IT-сфера. Сработал обратный эффект санкций. Иностранный софт ушел с рынка. На коде ли свой еще лучше и практичнее. Количество поданных заявок на товарные знаки среди всех сфер. Более 400 – это в том году. За 8 месяцев 2022-го прошлогоднюю цифру уже обошли. Чтобы этот темп продолжал расти, организовали семинар представителей бизнеса, экспертов правительства региона. Основная цель – донести до всех, что правительство готово и будет оказывать правовую помощь в грамотной регистрации интеллектуальной собственности, тех же патентов и товарных знаков. Мы проводим семинар, как рассказать, как сделать так, чтобы малый бизнес, средний бизнес использовал этот механизм интеллектуальной собственности для того, чтобы повышать свою капитализацию, увеличивать бизнес, брать кредиты, получать налоги, а это тоже возможно. Такой семинар планируют провести и в следующем году в расширенном формате, в духе научной конференции. Павел Патриков, Сергей Рябухин, репортер 73. Лучшего учителя России выбирают сейчас в Тюмени. Именно там проходит финал конкурса, на котором Ульяновскую область представляет преподаватель химии 101-го губернаторского лицея Тимур Артыков. Так что болеем за нашего, а имена лауреатов узнаем 27 сентября. А пока Тимур Борисович там, мы здесь познакомимся с другим педагогом, который буквально на днях удостоился высокого звания заслуженный учитель России. Так, конечная скорость через время Т у поезда будет в два раза больше. Скорость равномерного движения человека. Все, ответ получаем практически мгновенно. Практически мгновенно. Несколько десятилетий назад Александр Игошин определился с призванием. Физические константы оказались настолько доминирующими, что с упоением закончил физико-математический факультет Ульяновского педагогического, а затем приступил к практической деятельности в 38-м профильном лицее. Привил мне любовь к физике, заинтересовал меня этим предметом. Поэтому ему за это огромное спасибо, что преподает предмет так, чтобы он мне нравился. Подобных отзывов за 30-летний стаж не сотни, даже тысячи. Себя Александр Владимирович считает педагогом с советским фундаментом, но с современными цифровыми надстройками. Одинаково результативно преподает вживую и онлайн, ставит личность ученика во главу процесса, а сам процесс неизменно приправляет тонким юмором. Но даже юмор отступает под натиском ЕГЭ-реалий. Первая часть ЕГЭ содержит очень много вопросов, где нужно установить соответствие между графиками. В 2015-й год из трех стобальников по области два было наших. В 2020-й год у нас 33% учеников, которые получили баллы выше 81-го, 20 человек из 26 поступили на бюджетное отделение вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Остальные здесь в Ульяновске в наших вузах. То есть поступление 100% бюджетники практически в фенобюджетных факультетах. Буквально на днях Александру Егошину присвоено звание заслуженного учителя России. Заслужил, собственно, давно, однако процесс присвоения длительный и документально кропотливый. И вот свершилось. Я не воспринимаю это как свою заслугу и так далее. Я больше это воспринимаю как заслуга всего нашего коллектива. Потому что невозможно подготовить ребенка по физике, если у него нет базы по всему остальному. На одной образовательной волне со всеми, но особенно с преподавателем математики. Знаете, вот это взаимодействие двух педагогов, ну, для детей выигрыши они оказались. У нас очень неплохо сдали. Ну, очень неплохо, это как бы скромно сказано, потому что дети практически уехали почти все в Москву. Это, я считаю, очень неплохо для Ульяновской области, когда дети из 28 человек, 8 остались в Ульяновске. Конечно, меня за это ругают, нас за это ругают, но уехали именно в топовые вузы и учатся очень хорошо. Заслуженно заслужил заслуженного. Полученное звание добавит учителю как моральных, так и финансовых бонусов в виде 30-процентной, стимулирующей надбавки к зарплате. Между тем, Александр Владимирович еще и замечательный классный руководитель. В прошлом году выпустил 11-ти классников, так вот, на выпускной вечер. Все они, не сговариваясь, написали ему прощальные письма и сложили в коробку. И он, человек с физическим образованием, материалист, читал и испытал сильнейшие эмоции. И в этом году класс под руководство просто не взял, потому что любому педагогу необходим некий тайм-аут, некая душевная пауза. Помогают воплощать мечты, определиться с жизненной дорогой детям-сиротам ежегодно на традиционном фестивале «Вернуть детство». В 2022-м он проходил в Уфе, где собрались команды из всех субъектов Приволжского федерального округа, в том числе и группа из Ульяновской области. Наши юные земляки заняли несколько призовых мест, проявив себя на «Отлично» в двух номинациях. Прямиком из Башкирии следующий материал. Пока в душе гнездит твоя мечта, ты живешь. Пока горит окон мечты, ты живешь. Мечта в каждом юном сердце на фестивале «Вернуть детство» озарилась надеждой на воплощение. Ежегодное событие для детей-сирот помогает молодым талантам показывать себя и посмотреть на других, вдохновляясь опытом старших товарищей и экспертов, которые проводят для участников мастер-классы, лекции и творческие вечера. В этот раз юных гостей со всех субъектов ПФО принимала Башкирия, организовав площадки как в онлайн, так и в офлайн формате. Всего пять конкурсов, многие из которых проводятся впервые. Мы ввели новую номинацию и новое направление, которое связано с кулинарным мастерством. Пока это всего лишь карвинг, но я думаю, что мы будем дальше работать над тем, чтобы и это направление еще более расширить. Еще одно новшество – профессиональное мастерство и профориентирование, где на занятиях с опытными представителями той или иной профессии дети могли определиться с будущей специальностью. Многое из программы носило соревновательный характер, и каждая команда, естественно, стремилась к победе. С какой целью приехали? Всех победить. Побеждать, побеждать, побеждать. Всех абсолютно просто. Всех победать. С соревнованиями вообще везде. Везде победить сложно, а слишком сильные соперники. Команда из Ульяновской области оказалась одна из самых передовых среди всех участников, заняв призовое место в интеллектуальном конкурсе «Ума-палата». Цирковая студия «Калейдоскоп детского дома Соловьиная роща» одержала победу в номинации «Оригинальный жанр». Также золото ульяновцы взяли в конкурсе «Мастерок». Помимо первых, вторые и третьи места – все призовые, что доказывает несомненные таланты, образованность и целеустремленность ульяновских воспитанников детских домов. Сохранение и популяризация исторического и культурного военного наследия России «Задача военно-исторического общества». Его ульяновский филиал работает с 2012 года. Накануне состоялось первое заседание попечительского совета, в состав которого вошли общественные деятели, руководители предприятий, работники культуры и образования. Первое заседание попечительского совета – Ульяновское военно-историческое общество, организация, которая с 2012 года работает над изучением, продвижением и популяризацией военной истории. Первый вопрос на повестке заседания – избрание главы. За кандидатуру губернатора Ульяновской области Алексея Русских проголосовали единогласно. Против? Вы сдержались? Перед Советом стоят две задачи – планирование мероприятий Ульяновского регионального отделения военно-исторического общества и поиск ресурсов на их реализацию. Это проекты, которые направлены на увековечивание памяти героев прошлого, на воспитание патриотизма и на консолидацию общества в аду и перевозных ценностей. Проекты военно-исторического общества направлены на мобилизацию российского общества в аду и зависть нашего государства. Каково ценностей российской цивилизации, каково нашего национального лидера. Успехи в работе регионального отделения отметил исполнительный директор военно-исторического общества. За время работы российского военно-исторического общества в Ульяновске было установлено три крупных памятника. И здесь, Алексей Ильич, как Вы отметили, крайне важная задача сейчас – это поддержка наших ребят на военной операции. И Рыбьева в этом году запустила большую программу по установке померяльных дозов на школах, где учились наши герои, наши современные герои. В повестке попечительского совета на ближайшее будущее поиск средств на создание в Ульяновске музея военной истории, а также установку памятника пограничнику. Подчеркнули важность и еще одного направления деятельности военно-исторического общества – работы по поиску и перезахоронению останков погибших в годы Великой Отечественной войны. Уже говорилось здесь о поисковых работах. Это важное, очень интересное, воспитывающее. К сожалению, это финансово затратная история, но делать ее необходимо и по соображениям святой памяти о наших предках, и по соображениям надобности в ней современного поколения. После подведения итогов официальной части неформальный презент Алексея Русских от лица всего российского военного исторического общества вручил Виталий Мартынюк. Целый гонок нашей историки и журналисты работали по частью, которые внести в Средневековье фотографии, которые не видел никто. Самый секретный гонок, который мы с вами воспитывали, что мы с вами воспитывали. Наши базы будут воспитывали. Сохранение истории – важная миссия, выполнение которой ложится на плечи потомков. Антон Кузьмин, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Три гоночных дня, 860 километров трехмерных и рулежных дорог, 650 километров спецучастков. 23 сентября в Ульяновской области 40 экипажей из 23 городов России и ближнего зарубежья выйдут на старт Бахи холмы России. Гонка включает в себя четвертый этап чемпионата России по ралли-рейдам в зачетах автомобилей и мотовездеходов, а также второй этап чемпионата России в зачете грузовиков. Плюс ко всему пройдет четвертый этап внедорожной серии «Холмы России». Спортсмены уже в Ульяновске и уже приступили к тренировкам. Подробности далее. Плотный трафик, коррективы, старты, финиши, заезды. Рядом с селом Екатериновка в Кузоватовском районе сегодня неожиданно многолюдно, а привычную тишину и размеренность сельской жизни нарушает рык моторов. Здесь для спортсменов, съехавшихся в Ульяновск на Баху холмы России, организовали тренировочный маршрут. Сделали первый проезд. В целом все хорошо. Сейчас кое-какие корректировки по машине внесем по настройке амортизаторов. И сейчас смотрим, как у нас работает наша новая кочковая коробка передач. После тестов у механиков остается время для проведения ревизии автомобилей, внесения необходимых изменений и настроек, обусловленных особенностями Ульяновской трассы. Кстати, о ней. Пилоты уже вынесли свой вердикт. Достаточно скоростная, при этом изобилующая резкими поворотами, подбросами и перепадами высот. Мы чаще сталкиваемся на российских этапах с бездорожьем. Здесь же, наоборот, скоростные рулежные дороги по полям. Нам нравятся такие дороги. Нашей конфигурации машины, они хорошо подходят. Поэтому единственное, что может нести коррективы, это дождь. Вот в начале тренировки был дождь, очень было скользко на траве, но как бы все равно грузовики в этом плане более защищенные. Белорусская команда МАЗ «Спортавто» на бахе холмы России будет представлена тремя экипажами. Сергея Визовича, Алексея Вишневского и Виталия Мурылева. Кстати, для руководителя команды Сергея Визовича эта гонка не будет первой на Ульяновской земле. В 2012 году я здесь был первый раз. На самом деле, с этой гонки у меня началась моя карьера в МАЗ «Спортавто». Именно в Ульяновске в 2012 году я первый раз в жизни стартовал за рулем грузовика. И вот спустя 10,5 лет мы здесь. Кроме трех МАЗов, за победу в зачете грузовиков поборются три ГАЗа и четыре экипажа команды «Камазмастер», которая привезла в Ульяновск в этом году капотную версию знаменитого грузовика. Всего же на старт 23 сентября выйдут 40 экипажей из 23 городов России и ближнего зарубежья. Варикозное расширение вен – серьезная угроза здоровью. Только до 16 октября в медицинском центре «Консилиум» консультация сосудистого хирурга и УЗИ вен нижних конечностей всего за 750 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр «Консилиум». Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Напомним телефоны 3041-73. Здесь ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 3040-73. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих российских социальных платформах. Все наши программы и сюжеты можно увидеть на Яндекс.Дзене. Подпишись и будь в курсе реальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин